всем привет добро пожаловать на мой канал меня зовут карина и вы попали на канал вдохновение и творчество если вы впервые то обязательно подпишитесь и узнавайте новое каждом видео я рассказываю про какую-то новую тему также на моем канале есть видео обзоры видео уроки где вы сможете самостоятельно научиться рисовать и ознакомиться с озами той либо иной техники и материалов включительно но сегодня у меня будет обзор блокноты для маркеров и также сами маркеры так как я их купила довольно таки дешево на неделе черной пятницы и они мне вышли очень 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 дешево можно так сказать я от них ничего не ожидаю и мы вместе проверим как они работают также я приобрела блокнот специально для маркеров честно это потрясающая вещь я уже попробовала нарисовала вы узнаете после но мое впечатление положили то есть до этого я не рисовала на бумаге для маркеров это были похожие но они не дают тот хороший результат и эффект который дает вам специально бумага для маркеров поэтому обязательно как и в акварели мы особое внимание уделяем именно бумаге да и в принципе в пастели тоже но акварели у нас и маркеры это прям основное так как даже если вы рисуете масляными красками либо акриловыми они не нуждаются в такой подготовке можно так сказать как например акварель и маркеры то есть здесь уже прям зависит итог работы от вашей бумаги например масляной живописи даже если вы взяли китайский холст то возможно вытянуть как-то живописью рисунком да но никак иначе в общем то это блокнот формата а5 и здесь у нас 32 листа естественно односторонний так как все равно маркер пропитывается это 180 грамм и очень хорошо что именно 180 грамм потому что если бумага плотнее то соответственно маркер больше впитывается и больше расход поэтому чем тоньше бумага тем лучше и чем более гладкая тем также лучше кстати не советую еще использовать акварельную бумагу многие переворачивают и используют акварельную бумагу от маркера тоже не советую потому что акварельная бумага она очень впитывает этот маркер и соответственно он быстро заканчивается но вы же хотите чтобы ваш маркер служил вам долго и счастливо можно так сказать поэтому приобретите хорошую бумагу и не думайте что можно как-то улучшить даже лучше рисуйте на бумаге для черчения действительно лучше рисуйте ну что ж начнем обзор получается нашего скетчбука я расскажу и покажу в общем то как он выглядел изначально и конечно же какой он по свойству далее я расскажу про маркеры здесь разнообразие маркеров которые мы с вами сегодня разберем это маркеры которые я заказывала и они пришли ко мне очень быстро в общем здесь разные цвета мы их все попробуем вы также сможете сделать можно так сказать себе выкраску эту и докупить эти маркеры самостоятельно на обзоре у нас сегодня маркеры touch и также маркеры мозаи я думаю вы не раз видели их они можно так сказать разнообразные и продаются такими небольшими комплектами то есть здесь например серые цвета далее коричневый красный и так далее я взяла серые потому что чем больше серый тем лучше но я уже попробовала сам рисунок и я поняла что чем больше цветов тем лучше и вообще мне кажется прям маркеров нужно большое количество чтобы начинать рисовать минимум по цвету хотя бы сто двадцать цветов минимальный можно так сказать набор потому что мне моих маркеров не хватает хотя у меня 10 20 30 40 40 цветов и мне по сути не хватает этих цветов то есть их достаточно мало чтобы нарисовать какую какую-то композицию вот поэтому советую вам все таки если вы хотите начинать профессионально можно так сказать учиться и заниматься маркерами то чуть чуть больше на приобретите но если вы прям не знаете нравится вам это или нет то для старта можно прям взять 10 цветов серых оттенков так как изначально можно работать не в цвете а вот тоне сегодня буду рисовать вот таком блокноте специально для маркера открываем его и видим такие милые можно сказать дополнение это наклейка которую скорее всего я приклею на эту часть или оставлю себе и также есть можно так сказать сопроводительное письмо то как нужно пользоваться этим блокнотом мне очень понравилось то что сам создатель можно так сказать придумал написать не только про то по свойствам какой блокнот но также маленькую историю про себя это немножечко сближает можно так сказать с клиентом и сейчас я хочу подарить вам частичку той свободы о которой говорю свободы творить так вот сегодня мы с вами будем творить и я уже выбрала референс по которому буду рисовать также тестировать новые маркеры и что мне очень удивило что также заморочились и положили дополнительный лист бумаги то есть вот видите он более такой твердый его нужно подкладывать под каждую страничку а так как здесь написано что бумага бумага немножечко пропечатывает и соответственно нужно подкладывать лист бумаги чтобы не заходить на второй рисунок это очень классно что позаботились именно таким способом потому что иногда мы покупаем блокноты и хотим сразу них рисовать и не всегда есть какие-то запасные у нас странички это очень продуманно так что я буду начинать можно так сказать свой творческий процесс в этом блокноте и первое что сделаю конечно же бы краску конечно бумага отличается от той бумаги которая пользовалась ранее не для маркеров но для черчения и это бумага для маркеров она более гладкая то есть настолько гладкая что очень очень приятно проводить пальцами чем кстати отличается бумага маркерная от обычно тем что она не так впитывает маркер и ваш маркер будет долго служить вам и еще также эта бумага позволяет смешивать цвета между собой то есть когда вы берете один и второй оттенок то они не так быстро впитываются в бумагу как это например в аквариуме бумаги создается и соответственно можно создать плавный переход ну что ж начнем так я хочу посмотреть как работает в этом блокноте маркеры вот эти тач которые очень недорогие и сегодня мы сделаем на них обзор на эти маркеры как они рисуют также маркеры мазари на самом деле мне кажется они прям одной сборке просто разной упаковкой так как есть номера которые совпадают то есть два цвета что здесь что здесь имеют также одинаковое название вследствие я могу понять что в принципе это одно и то же и далее мои маркеры которые у меня есть от виста артиста посмотрим какие маркеры лучше выполняют переход то есть это важно в рисунке когда вы выполняете маркерами какие будут полосить какие не будут полосить мне очень интересно поэтому давайте начнем а если вы хотите посмотреть полностью выкрас вы можете сейчас сделать просто скрин и сохранить получается вот этот выкрас так как я сейчас не буду выполнять так как вы можете наглядно увидеть все цвета которые у меня есть и которые представлены здесь также все подписано поэтому можете просто сделать скрин и узнать под каким номером находится нужный вам маркер так как часто спрашивали мне про виста артиста какой маркер этот этот вы можете в принципе сейчас сделать такой вот скрин здесь я сделаю первый ряд получается маркерами мазари хочу сделать плавный переход так активненько мы быстренько вмещаем вот этот вот оттенок и стараемся прямо создать вот этот плавный переход плавный переход не сильно получается но смотрите маркеры очень круто рисуют то есть они не полосят то есть если качественная бумага то есть мы можем увидеть что ничего не полосит не знаю то есть все зависит еще от бумаги на которую вы рисуете если естественно вы рисуете на обычной бумаге для аквареля или для каких-то других ну что соответственно она может и полосить но как вы видите в данном случае маркер очень круто ложится и соединяется между собой так это самый дешевый маркер но с этими маркерами понятно давайте мы попробуем цветные цветы сделать плавный переход мне интересно как работает вот эти вот маркера отмечена та сторона цветом который имеет тонкую насадку и так будем двигаться получается от светлого пока еще не высохло ничего стараемся вмещать вот этот вот оттеночек так она придется все таки еще раз пройтись вот розовым может быть все это запрыть еще раз маркеры высыхают довольно таки плавно поэтому можно добиться прям хорошего перекрытия но давайте я вот попробую второй слой когда наношу получится ли сделать тон темнее но с этими маркерами не сильно так получается возможно требуется какие-то другие вот но здесь еще мне кажется хуже переход получился то есть если в данном случае мы еще как-то видим то здесь и соответственно не сильно видим но давайте мы попробуем еще место артист здесь я накладываю уменьшаю и стараюсь еще раз другой ну вот у этих маркеров конечно по-другому то есть смотрите уже более такой плавный переход можно создать более красивый что нельзя было сделать этих других маркеров соответственно потому что у нас вот здесь один маркер стоит у места артиста у нас маркер стоит 100 рублей или 120 рублей здесь у нас идет там за пачку с 300 рублей или там но чуть-чуть дороже поэтому можем видеть что в принципе лучше даже использовать на этой бумаге более хорошие маркера вот и учиться учиться создавать получаются вот такие перехода главное здесь можно так сказать шустры работать внимательно прорисовывать но на этой бумаге видите никакие маркеры не полосят поэтому скорее всего смотря по комментариям что вот маркеры полосят как видите даже самые дешевые маркеры на бумаги предназначены для маркеров не будет маркер сам полосить скетчинг по простому это зарисовка не более 15-30 минут если вы хотите рисовать более углубленный скетчинг это называется скетчинг иллюстрация которая выполняется около двух часов тире трех скетчинг делится на несколько подвидов это интерьерный скетчинг фуд скетчинг и также городской скетчинг мне конечно более импонирует интерьерный скетчинг и также фуд скетчинг как же не любить фуд скетчинг вот скажите важно начинать с простого с простых форм как вы можете видеть и тогда постепенно уже приступать к более сложным детальным прорисовкам я также рисую и акварельные скетчи то есть не только использую маркеры да и в принципе маркер я не так часто использовала и использую но сейчас просто решила экспериментировать с материалами и вот что с этого получается как вы можете видеть фуд скетчинг у меня лучше выходит я его выполняла акварелью так здесь я положила маркеры которые мне возможно понравились понадобятся в этой работе а более теплые оттенки цветные и холодный серый также я расположила их по маркам а также возможно вам понадобится два линера собственно зарисовку я буду выполнять карандашом и затем сотру этот карандаш ластиком клячкой чтобы маркер не соприкасался с карандашом это очень важно чтобы маркер то есть насадочка да не становилась серенькая вот собственно начиная с композиционного решения я думаю в принципе вы все это знаете если вы уже давно смотрите мой канал то конечно же в курсе в том что нужно начать именно с легкого такого построения я сначала рисую тарелочку можно вообще обвести какой-то круглый предмет чтобы вам было проще вот я немножечко рисуем в своем можно так сказать введение то есть и не просто срисовыв с фотографии да я подчиняю эту фотографию под свою компоновку и композицию именно в листе и так я сейчас наметила саму тарелочку и намечу бутерброд сладкий с творогом и инжиром поэтому сейчас я намечаю саму конструкцию то есть у нас это как такие полу круг с более прямым краем с одной стороны и здесь он более выходящий то есть примерно такой форму имеет то есть большая часть у нас занимает естественно тарелочка можно их чуть-чуть например больше сделать и здесь у нас стоит мед и соответственно мы его тоже стоим до середины тарелочки то есть примерно до также этого бутерброда занимает вот это вот пиалочка с медом я беру 26 цвет маркеры touch и закрываем поверхность где верхняя часть инжира соединение тоже где-то оставляю пространство то есть мы не однородно закрываем а вот ближе к серединке то есть важно сохранить также вот эту вот остроту но первое конечно что мы выполняем это заливки поэтому я бы давал предложила двести сорок седьмой лист артиста и прокрыть например полностью однородно момент нашего прекрасного минжира и орешков все равно мы темнее будем выполнять но первый такой слой подложку можно так сказать можно сделать такой светло-светло бежевый если у вас есть такой оттенок можно его взять и чем толще бумага тем естественно краски будет больше уходить соответственно выбираем тоньше бумагу при этом она прослужит вам дольше мы всегда работаем от светлого до к темному но если хотим плавный переход то естественно действуем на оборот и моментами прорисую такое затемнение на инжире на самом деле маркеры я еще помню что можно ими рисовать когда продавались такие журналы живопись и рисунок что-то такое там в подарок давались художественные материалы это вот получается я не знаю как в россии было тогда но я на то время жила в украине и соответственно там был такой журнал классно что можно еще помимо этого было получать художественные материалы и мои родители покупали этот журнал и там очень много было про материалами тогда было лет может быть 13 4 довольно таки давно и соответственно мне было познавательно то есть принципе наверное лет можно так сказать 11 12 назад я узнала про маркеры но тогда это не было так популярно как сейчас это то есть сейчас это прямо скетчинг маркерами так быстрее волны так классно и так далее а ранее там было просто как маркеры и маркеры то есть не было такого ажиотажа который в принципе можем и сейчас можем местами прокрыть и саму джип то есть мы видим что есть некий бреки теперь мне нужно прорисовать плит поэтому я его оставлю и возьму g1 это мазарь так и прокрою все кроме блика с первый слой но блик оставляю важно это выполнять довольно таки быстро но блик оставляю Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так как если я буду прорисовывать везде темной такой линии, то соответственно это будет немножечко нехорошо. То есть местами я все-таки дорабатываю, так как с линерами работа смотрится более завершенной, то есть я где-то там ставлю точечки, которые невозможно было поставить именно маркером, да, где-то более четче саму форму. Но опять же мы полностью не обводим работу, чтобы она не смотрелась такой детская, то есть ранее у нас такие раскраски были, да, вы может помните. Вот, и собственно не превращаем свою работу в такую раскраску. Вот, стараемся, чтобы она была живописная, интересная. Вот, и я думаю у вас также все получится. Развивайтесь и в любом случае итог у вас будет радовать. И, конечно же, на обратной стороне все просвечивает, бумага тонкая, но при этом смешиваются между собой цвета очень хорошо. Так что это простительно, просто можно чуть-чуть плотнее брать бумагу и я думаю этого не будет. Так что, в принципе, вот один лист нужен на одну работу. Итак, друзья, я буду заканчивать свое видео, надеюсь оно для вас было полезным и вы смогли узнать что-то новое и также вдохновились на рисование. Так что жду от вас пальчиков вверх, обязательно подписывайтесь на мой канал. У нас уже 10 тысяч подписчиков, наконец-то, ура! И это, можно так сказать, подарок на Новый год. И я очень-очень рада, я когда увидела эту цифру, думаю, это потрясающе. Вот, так что всем спасибо, что вы со мной и что вы подписываетесь на мой канал. Я завершаю это видео и всем желаю прекрасного настроения, вдохновения, творчества и любви. Всем до свидания!